Великую Отечественную войну, послевоенный голод и большинство из нас, между прочим, пережили катастрофу конца 80-х, начала 90-х годов. В нас навыки выживания вшиты на генном уровне. Мы умеем это делать. Я думаю, что кризис, который нам предстоит, он будет не самым страшным кризисом из череды 20-го века. Так что гордиться тем, если какая-то теленецкая привычка, гордиться неприятностями, гордиться тем, как все плохо. Нам в этом отношении и сейчас гордиться нечем, мы живем в относительно комфортных условиях, даже в условиях кризиса, нам тоже гордиться будет нечем. Это будет не самый катастрофический кризис из того, что нам предстоит. И нам стоит помнить, что мы дети победители. Мы дети тех, кто победил в кризисах прошлого, просто потому, что те, кто у них проиграл, детей, как правило, не оставят. Спасибо. На этом я закончу. И с большим удовольствием попытаюсь ответить на ваши вопросы. Прошу. Да, пожалуйста. Я по сравнению с русскими ведомствами, Антропов Андрей. Мы вас больше знаем как экономисты, а не как психологи. Поэтому, хотя о кризисе, безусловно, интересно, но если, конечно, вы захотите ответить на этот вопрос, каковы истоки кризиса могут быть, откуда он придет? Первый вопрос. Когда он придет? Как можно будет из него выйти? Сейчас, на самом деле, известен такой красный проект. Многие популярные экономисты, политологи о нем говорят. То есть, возможен ли выход в эту сторону? А что вы понимаете под красным проектом? Ну, я имею в виду возвращение к неким социалистическим основам или коммунистическим. То, что есть сейчас в Китае, но и то, что было в Советском Союзе до, так сказать... Понятно. Спасибо. Значит, с истоков кризиса я начал сегодняшнее выступление. Значит, первое, это глобальный кризис, потому что глобальные монополии загнивают и стаскивают в миру депрессию. Мир 13 лет балансирует на грани, но процесс объективный, рано или поздно мы туда садимся. Второе, это наш собственный внутренний кризис, потому что давление, коррупция, произволы монополий и утрата адекватности системами управления тоже у нас сбрасывает в кризис. Скорее всего, это два кризиса наложится. Хотя внутренний российский кризис может разразиться и пораньше. Когда это произойдет, спрогнозировать нельзя. Как я много раз говорил в этой аудитории, четыре фактора, каждый из которых может столкнуть нас в кризис, они все являются неподдающимися количественной оценки. Первое, это динамика мировых цен на нефть. С 2000 года никому в мире не удалось спрогнозировать ее два раза подряд. У меня на стене в офисе очень долго висела табличка, что проекты вечных двигателей второго рода и прогнозы мировых цен на нефть не принимаются. Второй фактор, который нас могут столкнуть в кризис, это износ унаследованной от Советского Союза инфраструктуры. Ее износ является вещью ненаблюдаемой, потому что он вызван воровством на ремонте. Третий фактор, это обострение дружбы народов. И четвертый фактор, это увеличение коррупционного навеса над экономикой в сочетании с обострением межклановой борьбы, потому что борьба кланов носит совершенно патологический характер. Мы сейчас наблюдаем своими глазами саботаж указов президента, который длится уже более полутора лет. В общем, если в 2012 году можно было этот саботаж объяснить тем, что они не были заложены в бюджет 2012 года, и перекраивать бюджет по-живому действительно достаточно тяжело, в 2013 году, когда нам рассказывают, что нет триллиона рублей, при том, что в федеральном бюджете лежит 7,8 триллиона рублей без движения, эта величина увеличивается, достаточно странно. Можно сказать четко, что до начала августа следующего года мы в кризис не сорвемся. Большой запас прочности и в мире, и в России тоже. То есть, если все будет плохо, то мы дотянем до конца июля. Скорее всего, мы дотянем дальше. Но на дальше гарантию давать нельзя. До конца июля абсолютно точно. Ну, на 95% вероятно. При этом весьма вероятно, что в следующем году у нас начнется экономический спад. Как из него выходить? Я с большой симпатией отношусь к социалистическим основам. И более того, в стране, где 80% населения по опросам испытывают нехватку денег на попугу простой бытовой техники, то есть являются бедными, это данные левада центра. Ну, имеется в виду текущие доходы. Левая идея является правильной, просто потому, что она адекватно о состоянии общества. Но, тем не менее, выход очень простой. Это модернизация инфраструктуры, как сфера, которая является наиболее эффективной для общества, с одной стороны. С другой стороны, это единственная сфера, где государство не вступает в недобросовестную конкуренцию с бизнесом. Ну, единственное исключение, это инфраструктура мобильной связи, разумеется. Инфраструктура интернета. Все остальное, это каждый вложенный, вкладывает одна фирма эффект, вкладывает один эффект, достается всем. Поэтому для бизнеса это, как правило, нерентабельная инвестиция. Значит, этим должно заниматься государство. При этом происходит резкое снижение, при модернизации инфраструктуры происходит резкое снижение совокупных издержек общества, соответственно, активизация деловой активности, в общем-то, на пустом месте, на ровном месте. И поэтому это является выходом из глобальной депрессии, ну, способом выживания глобальной депрессии и выходом из нашего внутреннего кризиса. К сожалению, если сделать это при нынешнем уровне коррупции, то модернизироваться будет инфраструктура не России на эти деньги, а коттеджных поселков в Швейцарии. Значит, нужно ограничить коррупцию, а это ограничится изменением политического строя, насколько я могу судить. Кроме того, если мы вложим деньги в модернизацию инфраструктуры сегодня, мы увидим просто рост цен, как это товарищ Медведев продемонстрировал на процессе в нацпроекте «Доступное жилье». Когда увеличили спрос, денег стало больше и получили не столько расширение предложений, сколько рост цен. Соответственно, значит, нужно ограничивать производство монополий. Дальше нужно ввести разумный протекционизм хотя бы на европейском уровне. И дальше нужно обеспечить гражданам реальный прожиточный минимум. С одной стороны, циничное соображение рабочей силы должна быть, она не должна уничтожаться, и желательно, чтобы она была своя. А с другой стороны, чисто юридически, у нас государство вроде бы гарантирует гражданам Российской Федерации право на жизнь, но почему-то не гарантирует экономическое выражение этого права в виде гарантированного прожиточного минимума. Это недоразумение, которое нужно исправить. Вот таковы ограничения, такой будет инструмент выхода из кризиса. Но в реальности простой факт ограничения коррупции уже ставит нас лицом к лицу с достаточно серьезными структурными политическими изменениями, на которые сегодняшняя власть пока идти не готова. Я думаю, через некоторое время отчаяние ее на это толкнет. Уже была первая попытка, так называемые, антикоррупционные процессы, которые кончились ничем. Но первая попытка уже тем не менее была. Так что первым блинкомом будем ждать следующего. Спасибо. Да, пожалуйста, спасибо. Добрый день. Спасибо вам, что вы приезжаете к нам. Я лично читаю с огромным удовольствием ваши статьи экономические. К сожалению, в сегодняшней лекции я не могу так сказать. Это мое личное мнение. Конечно. Я хотел бы, тут курейку изгодно маленькую ставить, когда рассказали о чистке зубов старшим знакомым, очень интересный пример, там надо было бы вопрос задать, зачем их чистить вообще. Вот Шерлиминский мам не чистил их и прожил 146 лет. Ни одного раза. Это вообще спорный вопрос. Эстетически, в царах, да, здоровье спорно. Три или восемь раз или один. Это к слову. Вот в Японии детей вообще не ограничить ни в чем. Просто нельзя дотронуться. А в Англии розги отменили несколько лет назад, но и японские, и английские детишки не тупее наших. Ну это менталитет или иначе. Безусловно. То есть я хочу сказать, что это не есть догма. Так, иначе. Это может быть и так, и так, и еще по-другому. Но вопрос у меня вот такой. Вы рассказывали, очень важно было для меня лично, вот из сегодняшнего вашего рассказа, элемент восприятия нам в России действительности. И там одно ключевое слово будет, вы сделали ударение, акцент на нем. Об отчаянии. Это одно из тех качеств, которые человека, видимо, как индивидуум и как нация уничтожают. Отчаяние, зависть, месть. Вот на мой взгляд, в последние годы, кстати, это по фому или по целому были недавно определены цифры, насколько русский народ изменился. Не российский, русский. Он стал более злым, агрессивным, нетерпимым. Проявление этого мы слышим каждый день по этому ярщику. Каждодневность жизни. Вчера я участвовал в фокус-группе, у нас сейчас проходит здесь в фокус-группе, такая работа, такая забава, стратегия 2030. И серьезно очень профессора из Томского университета, были представители национальных меньшинств, и меня позвали. И ни один из них не сказал права на самый простой вопрос, почему мы приехали в Сургул? Ну, вопрос очевиден, потому что здесь есть возможность заработать. Они прилипают чушь от дружбы народа. Я себе подумал, люди сидят в просторонности, обстановки, ни принуждений, ни запись, ни КГБ кровавой. Просто разговор о том, как наметить пути стратегического развития Сургута, где болевые точки. А люди не говорят правду. Так вот этот вопрос, для меня он очень важен. Как вы считаете, откуда вот эти особенности развития русского государства? Потому что в вашей статье небольшой. Эти это какие особенности? Эти, я сейчас скажу какие. Те, которые вы называли цивилизационным выбором русского народа. Выступлением, естественно, странное дело, причем три раза в статье я был просто... Я думал, что это не будет. Наверное, ваш какой-нибудь однофамильник. А вы не могли бы сформулировать этот вопрос? Да, я сформулирую. Пока вы его еще не сформулировали. Я сейчас сформулирую. И речь идет именно о тех качествах, которые абсолютно очевидны, которые мешают развиваться нашему русскому великому государству. Это зависть. Квинтэссенция. Все есть во всех народах, только живут по-другому. Это неряшливость внешнего вида. Помните, немцы называли русская свинья, они же имеют образ жизни? У нас был короткий период, когда мы говорили, впереди его все. А потом отставание, постоянное отставание. Это быт. Это абсолютное пренебрежение к своему образу жизни. О чем очень осторожно один, как самому, корреспондент говорит, русские заслуженно родятся своей духовностью. Я не могу понять, почему для того, чтобы быть высоко-духовным, надо жить, простите меня, в дерьме. Вот эти качества, которые, на мой взгляд, ярко демонстрируют какую-то нашу непохожесть. И при этом говорят о высоком цивилизационном выборе русского народа. Вот, в частности, вы сказали, что именно русский народ был целью при войне с СССР, а не идеологически. Именно народ, а не его выбор. Простите, я буду обратить ваше внимание на то, что я говорил о том, что пропагандистская война велась не столько против коммунизма, сколько против русского народа. И ведется. Исчезновение Советского Союза, я тоже цитирую, исчезновение Советского Союза показало, что война велась не против коммунизма. Это была ваша следующая сложность. Значит, вы мне говорите о том, что я говорил, что русский народ является совокупностью ценностей и высшей ценностей. Нет, я не слышал. Мы не с СССР, именно русский народ независимо от его ценностей. Простите, пожалуйста, я повторно прошу вас задать в третью разу. Прошу задать вопрос. Я спрашиваю свой вопрос. Как вы считаете, почему именно у великого нашего русского народа превалируют именно эти качества, которые два-то вещества и которые, на мой взгляд, являются тормозом для развития так принятого западного пути развития? Спасибо большое. Вы знаете, значит, по пунктам. Насчет детей в Японии и Великобритании. Я немножко знаю систему воспитания в Японии. Там действительно дети позволяют все. Но уже в средней школе дети попадают в жесточайшую конкурентную систему. жесточайшую. Мы себе такого не можем представить. А уже студенты японцы это люди, которые работают хуже, чем работают топ-менеджеры на предприятии. Это люди, которые страдают безумными неврозами, потому что находятся в безумно конкурентной среде. Это тесты, 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 тесты. И любой провал может стать окончательным. Просто у меня хорошие есть японские знакомые, у которых дети на моих глазах взрослели. Я видел, как пятилетний ребенок перебивает папу дипломата, который разговаривает со своим начальником. Это нормально. А потом я видел этого же ребенка в 15 лет, который был замучен, как я в 26. Так что это немножко по-другому. Что касается Англии, да, там отменили недавно розги, но частные школы Англии, где пестуются, куются английская элита, очень разные. Люди наши, богатые, которые отправляли своих детей в частные школы Англии, не глядя в 90-е годы, столкнулись и с гомосексуализмом, и с наркотиками, и много с чем другим. Так что Англия тоже очень разная внутри себя страна. Теперь, что касается национальных особенностей. Вы знаете, вот я смотрю в зал, наверное, вы все нетипичные представители русского народа, потому что ни одной русской свиньи я как-то здесь не наблюдаю. Более того, более того, должен сказать, что если говорить о неряшливости внешнего вида, то русские резко выделяются в Западной Европе именно аккуратностью внешнего вида. Ну, женщин я вообще не беру, потому что наши женщины следят за собой. Есть народы, которые воспринимают это как признак проституции, а в Европе на них смотрят квадратными глазами. И напомню, что в некоторых странах Евросоюза женщины еще пять лет назад ходили, их женщины в супермаркеты, в ночнушках. Это было нормально. И там люто ненавидят русских женщин, потому что из-за них приходится себя ограничивать и себя сдерживать. Что касается русская свинья, за выжний счет замечательный польский термин «быдло». Изумительно, суть характеризуется. Вот понимаете, есть такой тоже русский термин «завинователь». Способ конкурентной борьбы. Объяснить вам, что вы хуже всех и должны быть моим рабом. Общение с моими друзьями в Германии, в Америке, в Великобритании, из западных стран, из западных стран еще испанцы, замечательные люди, шведы и датчане. Я не могу сказать, что это типичные представители Гадгаландии своих народов. Но, скажем так, уровень зависти у них не выше, мягко говоря, чем у нас. Уровень добросовестности у нас отчетливо выше, чем у американцев. У американцев абсолютно нормально подписать договор и тупо не исполнять обязательства по нему, не платить деньги. Просто потому, что мне это выгодно. Ну вот, когда из меня начнут эти деньги выбивать, тогда я заплачу. А пока это бесплатный кредит мне. И в американских учебниках поведения бизнеса не платите. До последней крайней возможности не платите. Для нас это немыслимо. Для цивилизованной Америки это абсолютно норма. Что касается других